Продолжается призывная комиссия жителей на военную службу. В вооруженные силы Российской Федерации на сегодняшний день было направлено более 120 призывников. В ближайшее время эта цифра увеличится, причем даже девушками. Из Узджигуты Альбина Курочинова-Кенжева. Нынешний призыв охватывает все военные округа и различные виды и рода войск. Будущие солдаты будут направлены в сухопутные, воздушно-десантные и железнодорожные войска. Также военно-космические силы, войска Нацгвардии и МЧС. Узжигутинский район у нас и занимает лидирующее положение среди военных комиссариатов республики. Как администрация района здесь большое внимание уделяет патриотическому воспитанию молодежи. Поэтому большое количество жителей в районе. И, соответственно, порядка 50 человек, около 50 человек, жителей района, в этом призыве уйдут на прохождение службы вооруженной силы, войска Национальной гвардии и Министерство чрезвычайной ситуации. Военный комиссар республики заверил родных и близких, что ни одного призывника не коснется участия в специальной военной операции. Ни один призывник не должен принимать участие в военной специальной операции. Для этого у нас имеются профессиональные военные, военнослужащие по контракту. И на сегодняшний день есть еще добровольцы, которые оказываются. Хочу отметить, что жители республики идут и на контракт, и добровольцами. Больше всего по количеству отправленных нами по контракту – это как раз-таки жители Узжигутинского района. 20-летний Кирилл Водинцев с детства играет на духовых инструментах. Мечтает стать профессиональным музыкантом и попасть в военный оркестр. Как бы хочется почувствовать, то есть каково это год в армии. То есть у меня еще и в семье все служили. То есть у меня дед как военный. То есть это в основном было тоже неотсотимо, чтобы я прям пришел к мне братцу, жил с первым. Ну и теперь я. Служить и помогать родине мечтают не только юноши, но и прекрасные девушки. Работала в войсковой части 01485 у нас здесь, в Зинчукском районе, станица Стражевая Дла. Вот. И очень хотелось тоже устроиться по контракту. Вот такая возможность удалась мне. И вот делаю все, что можно, чтобы устроиться. Вот. Хочу служить родине, как могу, как и женщина. Хочу прикладывать все усилия, быть полезной в своей стране, учитывая последние обстоятельства. Хочу по максимуму просто вот все, что могу делать. Призывная кампания 2022 продлится до июля включительно. Альбина Курочинова-Кенжева, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия, Усть-Джугута.